Всем привет! Как же продаются Теслы в Америке? Я зашел в обычный торговый центр и случайно набрел на автосалон марки Тесла. Причем это очень небольшой шоу-рум, который находится в обычном заурядном торговом центре, где продаются и продукты, и находятся рестораны, и какая-то одежда. Причем это не модный торговый центр, не лухари, как у нас говорят. Самый обычный ТЦ, ну типа как где-нибудь в Химках. Ну в общем, вот так вот все выглядит. Два автомобиля представлены, ничего, никакой информации о них нет. Все, что хочешь, подходишь и спрашиваешь у продавцов, которых здесь целых два человека. Но интересно то, что к тебе никто не подходит, ничто тебе не предлагают абсолютно. То есть ты сам должен к ним прийти и что-то у них расспрашивать. Интересный такой момент, что состояние автомобилей, которое представлено вот здесь вот в шоу-руме, ну мягко говоря тоже странное, потому что они все заляпаны, все грязные. Я так понимаю, что их даже никто не протирает. Ну это, мне кажется, такой американский, наверное, подход. Но интересный такой момент, что ты все когда выбрал, оплачиваешь, по-моему, 3000 долларов, и вам этот автомобиль спустя 2 или 3 месяца, в зависимости от штата, просто-напросто привозят к дому. Ну и все, ты стал счастливым обладателем Теслы. Нет никакого праздничного настроения. Ну вот видите, я вам показываю, как выглядит кузов автомобиля. В общем, нет никакого праздника, нет никакой романтики, никакой интриги. Но опять же, Тесла в Америке, естественно, дешевле, чем у нас. Если мне память не изменяет, где-то год назад был в похожем заведении. Базовая Тесла тройка стоила от 32 тысяч долларов. Ну опять же, видите, насколько я понимаю, что этот шаг был вызван, скорее всего, первое, это как раз ковидом, а второе тем, чтобы уменьшить затраты на продажу, соответственно, еще больше удешевить автомобили. В какой-то степени, может быть, это и неплохо. Но лично для меня, как для человека русского, ну это немного странно, потому что все-таки для нас автомобиль по-прежнему, хоть может быть и средство передвижения, но у нас это средство передвижения стоит достаточно немалых денег. Поэтому, ну вот, кстати, монитор, да, видите, как состояние его, ну просто ни слов. Ну, в общем, для нас это некий праздник, это некое событие. В Америке, как вы видите, это как купить хлеб, молоко и прочие обыденные продукты. Просто-напросто пришел, оплатил картой и ушел. Все, абсолютно никакой интриги. Но, не знаю, мне кажется, со временем, возможно, у нас тоже такое будет, потому что многие марки, особенно азиатские, сейчас к этому стремятся напрямую продавать без посредников в виде автосалонов, автодилеров. Напрямую производители хотят нам продавать. Но, мне кажется, в России, как и все остальное, если у нас, например, нефть дешевеет, бензин дорожает. Я думаю, будет примерно то же самое. Все деньги, которые собирают, как бы большую часть денег, будут забирать себе, естественно, производитель. И, наверняка, цены останутся на том же уровне, просто больше будут зарабатывать производители. Но, это, опять же, моя точка зрения. Ну, что вы думаете по этому поводу, было бы интересно почитать в комментариях. Ну, и вообще, как такая торговля, вам нравится или не нравится. Но, для меня это было в моменте как-то немножко неожиданно. И, я был удивлен, как это все происходит в Америке. Ну, на этом пока все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Буду и дальше вам стараться снимать что-нибудь интересное. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok